Здравствуйте! Сегодня в нашем видео хочу предложить вам небольшой обзор по пошиву туники и также рассмотрим, как эту тунику смоделировать. Ну, давайте смотреть. Туника свободного покроя, выполнена из трикотажного полотна, имеет неровный низ. Сзади туника длиннее, впереди короче. Идет закругление сзади. Обработка низа выполнена вот тру-тру, это по заказу клиента. Я шила сарафан, так мне заказали, она увидела, я тоже заказала такую же обработку низа. Рукав цельнокроенный. Обработка низа рукава выполнена в подгибку. Цельнокроенный и приспущенный рукавчик идет. Горловина, как вы видите, закругленная. По горловине имеются сборки и обработана горловина косой бейкой из той же ткани. Нет на тунике выточек нагрудных, нет на тунике выточек талиевых. Давайте рассмотрим теперь со стороны спинки. По спинке имеется шов один по середине. И здесь по середине спинки немножко сделали углубление, как бы талиевая выточка немножко перешла по линии талии. Мы сделали прогиб на спинке, чтобы спинка была более изящной. Больше никаких особенностей в тунике нет. Теперь давайте рассмотрим моделирование туники. Итак, для этой туники, для моделирования, конечно же, берем выкройку основы. По выкройке основы давайте посмотрим по спинке, какие внести изменения. По линии талии, у нас сзади на спинке был же шов, отступить 2-2,5 см и углубляем линию спинки. Талевую выточку не делаем. Боковой срез, там где идет у нас боковая выточка, немножечко ее делаем мягче. Скругляем, но саму линию талии немножко расширяем. Здесь убираем, а здесь немножко расширяем. По плечевому срезу, у нас был там цельнокройный рукав приспущенный, необходимо будет от линии горловины подняться на 0,5 см, от линии плеча и проймого соединения на 1 см и прорисовать новую линию плеча, продолжая, вот до точки пересечения дошли, продолжая еще на 4 см. Затем опуститься вниз на 1,5 см, то есть увеличить скос. И от точки, где мы отложили вверх 1 см, через точку 1,5 см продолжаем дальше линию рукава. Рукав небольшой, вы будете мерить, какой вы захотите, рукав длинный, но там рукавчик 23 см. Затем необходимо вниз провести прямую линию. Если взять рукав, который я вам показывала, то там ширина идет 22,5 см в этой части. И отложить в сторону 4-5 см. Провести прямую вспомогательную линию, разделить ее пополам и рукав слегка закруглить, углубить где-то на 1 см. От линии проймы по боковому срезу опускаемся вниз на 3-4 см. И затем соединяем, прорисовывая рукав. Цельнокроенный рукавчик получился. Вот это по спинке. По передней части выточку не делаем. Боковая выточка, ее тоже немножечко скругляем, то есть делаем чуть-чуть шире. По рукаву, точно так же продлевая, здесь ничего не увеличиваем, ничего не поднимаемся вверх, продлевая линию по прямой, по плечевому срезу, удлиняем ее на 4 см. Опускаемся вниз на 1,5 см. И увеличиваем скос. И прорисовываем точно так же, сколько здесь сантиметров вы отложили по линии плеча. Столько же и здесь откладывайте. Ну, учитывайте, что здесь идет выточка. То есть соедините. Ну, образно говоря, если здесь 5 см, если здесь идет 7 см, то мы получаем 12 см плеча, и здесь 12 см плеча, и что-то вы добавили. То есть то же самое откладываем. Проводим точно так же прямую линию, я здесь просто не вела сильно много. Отступаем 4-5 см и прорисовываем, скругляем, опускаясь вниз по линии бокового среза на 3-4 см. И прорисовываем цельнокройный рукавчик. По линии горловине была сборочка. На грудной выточке тоже мы не делаем. Мы ее переносим в линию горловины. Тем самым горловина расширяется. И насколько у вас идет выточка, настолько же расширяется количество сантиметров горловины. И по горловине можно сделать как при сборку, так можно сделать просто равномерно защипы. Это уже будет зависеть от вашего желания. По линии низа, когда вы определитесь с длиной, если вы захотите тоже сделать неровный низ, вы можете его сделать точно так же, как сделала я. Например, сзади сделать низ длиннее, впереди сделать короче. Он слегка идет вогнутой, как бы закругленной линией. Но вы можете на самом деле сделать один бок длиннее, другой короче. Это уже тоже зависит от вашей фантазии и желания. Давайте теперь я просто разрежу и покажу по выточке, если возникнут вопросы, чтобы было видно. Вот я вырезала нагрудную выточку, разрезала в линию горловины. Разрезать в линию горловины можно произвольно в любую сторону. Вы можете как в середину, так немножечко и ближе к центру переда. В зависимости от того, как вы разрежете, ничего особо не поменяется. И закрываем выточку. Все, выточка перешла в линию горловины. И при сборке, которые видели на тунике, как раз и есть это раствор выточки, который присобрался. По линии низа я вам не показывала, что я немножечко тунику расширила. То есть была выкройка прямого силуэта, я совсем чуть-чуть, не намного, но расширила. И вот получилась такая туника. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях, пишите, если есть какие-то пожелания, возможно, какие-то модели по возможности будем помогать и рассматривать. На этом все. Надеюсь, видео было всем полезно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok